Давайте мы поговорим о том, что такое курортные романы, какими они бывают, с чего они начинаются, как женщины относятся к курортным романам, как мужчины к ним относятся. Приготовьте, пожалуйста, свои ответы на мои текущие вопросы и вопросы, которые вас интересуют. Для вступления я хочу сказать следующее. Для кого-то курортный роман – это обязательная часть отпуска. Для кого-то это незапланированные обстоятельства. Женщинам психики женской свойственно полагать, что любые взаимоотношения, включая курортный роман, могут перерасти в нечто большее, чем просто летняя история о любви. Но так ли это? Поговорим о том, как женщины и мужчины относятся к курортному роману. Женщины. Женщины наивно полагают, что могут любые отношения перевести в русло серьёзных отношений. Почему? Потому что женщина любые отношения, романтические уж тем более, рассматривает изначально через призму любви, впечатлений, симпатий. Женщина в таком состоянии, в буквальном смысле, доверяет своё сердце, доверяет свою душу, своё тело человеку, который ей нравится. Женщина, пока женщина не замужем, во всяком случае, пока она вообще свободна, она замотивирована встретить свою вторую половинку. И поэтому для неё даже и курортный роман является неким таким трамплином для того, чтобы встретить мужчину своей мечты. Но как к курортному роману относятся мужчины? Разве каждые отношения они рассматривают как продолжительные? Давайте поговорим о том, зачем мужчины едут на курорт. Ваши варианты ответов. Тепло, солнце, вода, песок. Столько красивых девушек, которые слегка прикрыты где-то. Музыка. К чему располагает такая обстановка? К отдыху, расслаблению, развлечению. О чём думает мужчина, когда он едет на курорт? Отдых, all-inclusive, правильно. All-inclusive – это всё включено. То есть у него и фан, правильно. Вы так хорошо ориентированы в английском, мне прям приятно. Фан – это значит иметь удовольствие, иметь впечатление, иметь какую-то игру. Да, провести классное время, чтобы потом приехать с курорта и сказать своим «Эх, как я там закутил, как было классно». То есть для мужчины курортные отношения, курортный роман – это впечатление, это отключка мозгов, это выкинуть все дела и заботы из своей головы, это никакого стресса, только приятные эмоции. И что его интересует в подобной обстановке, какие женщины его интересуют в подобной обстановке. Для того, чтобы отключились мозги, лёгкие, правильно, лёгкие женщины, которые ни к чему не обязывают, которые так же, как и они, да, теряют голову, такие на полную раскрутку идут, делают, что хотят, отвлекаются, отрываются на нашем сленге, да, отключаются от жизни, от рутины, от заботы, от дела, от всего. Как вы думаете, если мужчина едет в такую обстановку, где он ищет для себя женщину, с которой он может так же бесшабашно, отвязно провести время, будет ли он среди подобных женщин искать вторую свою половинку? Будет ли мужчина рассматривать среди таких женщин кандидатуру, как для единственной, как возвести её в разряд единственной? Правильно. Конечно же нет. Конечно же нет. Что для мужчины его вторая половинка? Это тылы, это верность, это стойкая женщина, которая не подаётся никаким соблазнам, правильно? Это женщина серьёзных правил, которая где-то может быть такая училка, одним словом, такая, да, строптивая, с принципами. Они только и делают, что рассматривают кандидатуры на отдыхе. Да, да. Жестковатая. Даже может быть где-то жестковатая. Вы понимаете, для мужчины важны тылы. Для того, чтобы выбрать для себя единственную, для него очень важно, что женщина – это его тыл. И для него очень важно, что женщина, которую он выбирает, она верна и телом, и душой, и сердцем. Вообще, логично ли полагать или, там, скажем, надеяться на то, чтобы мужчина провёл красиво, впечатляющее время на отдыхе, где он там голову свою оставил вместе с чувствами, с вервергом чувств и впечатлениями, да? Будет ли он из таких женщин выбирать себе единственную? А женщины наивно полагают, что из любого парня они способны сделать семьянина. Вы чувствуете разницу? Бывает? Ну, это как примерно, знаете, если бы вы выбирали спортсмена в клубе любителей пива. Как вы думаете? Я понимаю, что все мужчины любят пиво. Но спортсмены, пьют ли спортсмены пиво? Ну, скажем так, пиво это тот напиток, который снижает уровень активности, тормозит, да, что делает пиво. Мужчина выпивает пиво для того, чтобы затормозить свои внутренние процессы активности. И он больше будет в расслабленном состоянии. А спортсмены нет. Спортсмены любят больше активную такую, скажем, жизнь. Они любят, чтобы у них адреналинчик был постоянно в крови, чтобы какой-то экстрим, чтобы какой-то драйв. И вот они для себя ищут такие ситуации. И, скажем так, для любителей пива и для спортсменов это совершенно разные клубы, совершенно разные типы мужчин. Как среди ботаников. Люди, которые занимаются ботаникой, бабочками, там, я не знаю, цветочками, еще какими-то такими, такой наукой, да. Вы найдете среди них бизнесменов? Нет, конечно. Вы не найдете среди них бизнесменов, там, я не знаю, может быть, из нескольких тысяч. А, вы стали, Ника, да. Но вы поймите, вы не сравниваете себя с мужчинами, потому что мужчины – это мужчины. Женщины – это женщины. Женщины более гибкие по своей природе. Так я о чем? К тому, чтобы мы понимали, милые женщины, что серьезные отношения на курорте – это, ну, мы не идем на воночной рынок покупать колготки, правильно? Скажем, мы не идем в продуктовый магазин для того, чтобы приобрести мебель. Хотя там тоже может быть выставлена мебель, правильно? Мы же ищем секции со специализированным товаром. Вот точно по такой системе логики пользуются мужчины. А мы, женщины, об этом забываем. Итак, если говорить о том, что вероятность продолжения курортного романа в процентном соотношении может существовать, да, могут быть исключения. Я даже, может быть, преувеличу, но, на мой взгляд, по тому, как я отслеживаю, где начинаются знакомства – 5-10%. Но 90% – это в основном блеф, это в основном авантюра – это спортивный интерес. Так вот, из тех 5-10% мужчин, которые остаются заинтересованными и присматриваются к тем девушкам даже в условиях отдыха или приятного времени провождения, то в этом смысле мы сейчас с вами немножко заглянем в те темы, как распознать мужчину, его истинный интерес или его манипуляции. Вместе с этим мы поговорим о мужчинах, которые являются пикаперами. Итак, как распознать или по каким признакам можно вычислить тех мужчин, которые являются пикаперами или тех, которые на самом деле заинтересованы в женщине? В первую очередь хочу... Субтитры создавал DimaTorzok